Блин. У меня муха. Пала смертью храбрых. Утонула в крепком роме. Вы только взгляните на эту великолепную литровую бутылочку 55-градусного рома. Дилан Бланк Агриколь. В первую очередь, я хочу сказать огромное спасибо своему подписчику Роману, который мне прислал эту замечательную бутылку Рома. Роман. Тот самый Роман из Новороссийска, который мне уже присылал. Шартрез, который мне присылал. Два шартреза. Желтую и зеленую версию. Также еще в посылочке был этот винный аперитив Бирг. До этого я его пробовал. Он мне уже присылал небольшую отливашку. Отличный аперитив, но сегодня не об этом. Кроме того, что я уже озвучил. Он также мне присылал писка. Ролик, о котором вы сможете взглянуть. И еще много-много амара. Очень вкусный. В общем, замечательный. Он спонсирует меня, рассказывает мне о том, что действительно интересно, что действительно можно попробовать. У него достаточно большой опыт в пробовании ромов. И вот этот он очень рекомендовал. До этого он мне отправлял другой ром из Мартиники. По-моему, называется Тририки. И он сказал, что ему так себе. Я, в принципе, оценил. Достаточно своеобразный напиток, но его стоит попробовать. Давайте с этого мы и начнем. Во-первых, откроем эту бутылочку. Понюхаем сразу с бутылочки. Ух, насыщенный. Очень ядреный, очень насыщенный аромат. 55 градусов. Это не хукры-мухры. Тут надо думать. Причем, недавно у меня был 50-градусный ром от Tiki Lovers. За него я благодарю Сергея, который тоже мне очень сильно помогает. Я хочу столкнуть лоб в лоб два таких достаточно крепких напитка. Разные по стилю, разные по характеру. По поводу Дилана у меня уже был ролик, где я рассказывал небольшую историю, ну, чуть-чуть исторических справок. Это был ром Дилан в СОП, который мне также подарили. Но в том случае, не в этом, в том. Это был бренд Ладога. Ром Агриколь. Удивительно, но спиртуозности огромного спирта я не чувствую. Первое, что мне идет, это какие-то сброженные, не то фрукты, не то овощи, даже, может быть, легкие огурцы с помидорками. Нетипичный ром. Я недавно видел интервью с представителем этого бренда, те, кто импортирует свой продукт к нам в страну. Так вот, это, во-первых, французский, это A.O.E.C. Appellation d'Origin Controler. То есть, продукт, контролируемый по происхождению. И производится согласно закону острова Мартиники. Тот продукт, который можно назвать традиционным. Он перегоняется не из мелассы, как большинство ромов, а именно из сока сахарного тростника. И за счет этого у него определенный вкус. Вот о чем я вам и говорю. И причем у них даже есть еще терруар. То есть, в зависимости от разных регионов, от разных полей, от места происхождения тростника. Он даже имеет свою разницу во вкусе, в аромате. И прям специалисты, кто ценят данный продукт, они разделяют. Пока мне об этом говорить сложно. Даже просто какие-то ромы обычные, традиционные, мне сложно определить. Но вот этот. Очень своеобразный. Конечно, очень своеобразный ром. В сравнении с Tiki Lavers'ом 50 градусов. Ох, этот прям сладкий. Это даже пахнет каким-то армянским коньяком. Очень насыщенный аромат. Именно, как я сказал, финики, изюм. Здесь уже даже раскрываются прям очень-очень сладкие специи. И вот на фоне более традиционного рома. Ром Агриколь прям сухой. Прям кислый. Прям маринадный. Даже есть соль в аромате. Есть аромат самогонки. Вот что-то, кстати, схожее с кашасой. Кстати, за нее я тоже хочу поблагодарить Романа. Он мне ее прислал. Очень вкусный аромат. Не спиртуозный. Хотя, возможно, дело еще в бокалах. Потому что эти бокалы достаточно сильно скрадывают именно спиртуозность. Именно спиртовую часть аромата. На вкус. Нет, по вкусу совсем другой. Да, он жгучий. Ох, как он сушит. Но одновременно с этим он сладкий. Здесь уже чувствуются сухофрукты. Буквально чуть-чуть. И это не изюм. Это скорее более свежие какие-то фрукты. Есть небольшая травянистость. Я бы сказал, может быть, какая-то мягкая трава. Все такое. Приятно. Даже цветочки. То есть аромат от вкуса по мне отличается достаточно сильно. Здесь нет резкой жгучести. Нет вот такого прям... Чтобы бах! Все жгет. Нет. Достаточно приятно пьется. Для 55 градусов очень мягко. Очень. Но и вот этот ром Тики Лаверс тоже пился. Достаточно мягко. Сейчас в сравнении. Да. Ну, собственно, то же самое. Но более сладкий. Более конфетный. Более сухофруктовый. Вот прям на контрасте ощущение армянского коньяка. Если вы любите эти ноты, обязательно попробуйте вот именно этот ром. Я бы даже, ну не знаю, с чем сравнил. Больше ничего не приходит на ум. Просто какая-то конфета, десерт. Те же, может быть, легкие орешки. Ну, в общем, очень приятный. Он совсем другой. Конечно, сравнивать два этих совершенно разных рома очень сложно. Но почувствовать все вкусы именно на контрасте. Аромата, вкуса. И вот всех этих данных, которые и определяет этот ром, очень хорошо. Стоит сказать, что вот эта литровая бутылка 55 градусного рома, у них уделано еще есть ром, который выпускается прямо из колонны при той же самой крепости. Там, по-моему, 71,2 или что-то около этого. Они уже в бутылках 0,7. Так что, если вы хотите купить оверпруф ром, вот обратите внимание на вот этого производителя. Тем более, что коктейли именно с сельскохозяйственным ромом великое множество. И сам производитель рекомендует вам попробовать стандартные коктейли. То есть, пинаколада, дайкири, мохито. Именно вот со своими белыми невыдержанными экземплярами. Я думаю, это будет действительно достойно. Особенно, если вам ром, ну, тут даже, наверное, больше аромат. Потому что вкус у него очень приятный. Он такой прям плотненький, такой мощный, такой насыщенный. Хотя после вкуса слабовато. Единственное, что может вас отпугнуть в этом роме действительно аромат. Вы понюхаете, поймете, что это за сброженные овощи, что это за банка с маринадом, банка с огурцами. Вот это, может быть, вас отпугнет. Вкус приятный, сладкий, насыщенный, мощный. Есть свое особое послевкусие, которое не похоже на что-то вот такое прям стандартное. Но приятно, но хорошо. То же самое послевкусие мне понравилось и в суп-версии. Но здесь, конечно, оно такое прям насыщенное, резкое и мощное. В общем, ромы отличные. Что один, что другой, они прям разные. И на контрасте, что понюхать, что попробовать, вы ощущаете всю прелесть каждого из представителей. Но, так как мы сегодня разговариваем именно об этом замечательном 55-градусном роме, который мне подарил Роман из Новороссийска, я хочу сделать традиционный коктейль для этого стиля напитков. Это будет Типунш, который считается неофициальным коктейлем таких островов, как Мартиника и Гваделупа. Причем, именно 50 плюс крепость для этого коктейля считается традиционным. И еще одна особенность этого коктейля, который может вас напугать. Он делается безо льда. По традиции берется очень красивый, очень сочный лайм, смешивается с сахаром и просто заливается ромом. В чем-то это схоже с традиционным Маргаритой, с традиционным Дайкири, с традиционным для Кашас и Кайперинья, либо Кайперовской Кайпериссимо для водки Рома. Но здесь не используется лед, и именно применение Рома Агриколь делает его Типуншем. В переводе с французского на речье, Типунш, это маленький удар. И возможно, это будет действительно удар, либо ударище. Для начала здесь отрезается небольшая долька лайма. Вы можете отрезать жопку, где будет много цедр. Я хочу отрезать буквально небольшой клинышек, где-то может быть одна восьмая, одна десятая. Чуть-чуть добавить лаймового сока, прям выжать его руками и бросить в стакан. Следующее, что идёт, сахарный сироп. Чаще всего используют именно тёмный сахарный сироп, но не запрещается просто сыпануть ложку белого сахара. И это будет хороший коктейль. Чуть-чуть перемешивайте лаймовый сок вместе с сахарным сиропом. В моём случае с тёмного сахара. Просто, чтобы это стала однородная смесь. И следом идёт 45-50-60 мл рома на ваш вкус. Просто, чтобы вы могли комфортно его пить. Я буду использовать 40 мл рома-агриколь. Коктейль надо слегка перемешать. Чтобы он, соответственно, стал однороден. Лайм, кроме лаймового сока, дал ещё эфирных масел. И, собственно, разбавил. По аромату. Ну, пахнет ромом-агриколь. И где-то чуть-чуть на отдалении чувствуется лайм. Попробуем. На удивление, он не такой жгучный, не такой ядрёный, как я рассчитывал. Как я боялся. Здесь, да, здесь чувствуется ром. Немножко сахара. Офигенно, просто супер. И вот эта свежесть лайма. Вот эта лаймовая кислинка, приятная кислинка. Она здесь прям нужна, она здесь прям рекомендована. Пить ли этот коктейль, если вы прям в первый раз его пробуете, вот именно в тёплом виде, я не знаю. Я такое вам советовать, наверное, не буду. Но это приятно. По крайней мере, попробовать это надо. Я так предполагаю, что не только я вышел к этому выводу, всё-таки более какие-то современные версии позволяют вам использовать лёд, либо большой кубик льда, либо крошённый лёд. Я прекрасно понимаю, почему ром и агриколь, и именно этот коктейль, типа, уничтож стали такими известными и популярными. Это своеобразный ром. Он имеет свой вкус. И это не похоже ни на что. Коктейлей с ним множество. Он также добавляется в качестве смеси ромов. Он может быть основой части ваших коктейля, но это будет вкусно. А с вами был Дмитрий, канал MixDrink. Ставьте лайк, подписывайтесь, указывайте свое мнение в комментариях, а самое главное, будьте здоровы. Всем пока! Не, большой глоток, это перебор. Ну, вкусно. Да, вкусно. Отлично, Рома, отличный коктейль. Рома, отличный коктейль.